Давайте прежде всего сегодня поздравим крымчан, вернувшихся в родную гавань. Вчера очень торжественно вся Россия отмечала этот славный день. От сердца поздравим их и с надеждой будем ждать того счастливого дня, когда и Армения вернет свои земли, на которых тысячелетиями жил и творил армянский народ. И вот тогда, как и 9 мая 1945 года, небо Еревана осветится небывалым праздничным салютом и мы, как и наши деды, на площади, которая сегодня носит гордое имя, площадь республики, будем отмечать нашу победу над фашизмом. А опыт победы над фашизмом у армянского народа имеется. В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов. Это слова маршала Советского Союза Георгия Жукова. Всего за годы войны в советскую армию было мобилизовано более 300 тысяч уроженцев армянской ССР. То есть каждый пятый житель Армении ушел на фронт. Еще 200 тысяч этнических армян были призваны на фронт из других советских республик. Кроме того, более 100 тысяч армян было призвано вооруженной силой стран антигитлеровской коалиции. Больше всего во французскую армию и в армию США. А никого не интересует, а как там оказались армяне? Все помнят, именно после геноцида, устроенного Турцией, Армяне хорошо помнили, кто именно помогал туркам в годы геноцида. И поэтому дрались против фашистов, как и львы. 30 тысяч армян участвовало в Сталинградской битве, и 10 тысяч из них погибло в той войне, в той битве. Более 100 тысяч армян сражались на Кавказе и боях за освобождение Керчи и Крыма. 80 тысяч армян освобождали Украину. 50 тысяч воевали в Белоруссии. И в этих боях погибли 45 тысяч армян. То есть с войны не вернулась одна седьмая часть нашего населения. Армянские дивизии, бойцы и армяне в составе советских войск, пять за пятью освободив свою страну, дали от коричневой чумы, освобождали европейские народы и их столицы. Варшаву, Прагу, Вену, Бухарест. Многие окончили свой славный путь взятием Берлина. Бойцы прославленной Таманской дивизии в составе советских... Бойцы прославленной Таманской дивизии в самом Берлине, прямо под стенами поверженного Рейхстага, оттоптали немецкую землю исполнением древнейшего, восходящего ко временам краца армян Гайка, Китай, танца единения, кочари. Они оттоптали землю тех самых немецких инструкторов, которые в годы геноцида помогали туркам правильно наводить орудия на посмевших обороняться армян. Пять достойных сынов Армении стали маршалами. Иван Бахрамян, маршал Советского Союза, Амазас Бабаджанян, главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков, армянак Хамфирянс, маршал авиации, Сергей Аганов, маршал инженерных войск, и гордость армян, у которых сейчас, повторяю, сейчас нет моря, адмирал флота, маршал Советского Союза, Иван Исаков, Ованес Исакян. 60 генералов армян осуществовали командование на всех фронтах войны, среди них трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании войны еще 83 офицера получили генеральские звания. За участие в войне к различным государственным наградам были представлены 66 тысяч армян. Звания Героя Советского Союза были удостоены 107 солдат и офицеров. Дважды героями стали Иван Баграмян и Нельсон Степанян. Только что мы проходили рядом с садом, где есть его символическое захоронение. Именно там находится памятник Нельсону Степаняну. 27 армян стали полными кавалерами Ордена Славы. И фактически маленькая Армения по числу получивших званий Героев СССР в годы войны занимает шестое место среди других республик. Великий гладь армян также и в рядах партизанского движения, и в Советском Союзе, и в рядах сопротивления в странах Европы. Во Франции партизанский полк Александра Казаряна насчитывал 1200 армян, а участник французского сопротивления Мисак Мадушьян стал национальным героем Франции. В историю разведки с салатыми губами вписан подвиг группы Георга Бартаняна, раскрывший план фашистов ликвидировать глав государства, участников Тегеранской конференции в апреле 1943 года. Руководство операций осуществлял резидент советской разведки в Тегеране Иван Абаян, а рядом с Георгом всю жизнь была его боевая подруга Гогар Бартанян под псевдонимом Анита. На Нюрнбергском процессе свидетельства директора государственного эрмитажа, академика-востоковеда Иосифа Орбели, стали доказательством умышленного уничтожения фашистскими вандалами культурных ценностей. Сегодняшние вандалы-нацисты уничтожают памятники на землях многострадального Арцаха, Донбасса, Украины и в целом освобожденные от фашистов Европы. Но пусть знают все, возмездие неотвратимо. Будет новый Нюрнберг, и неонацисты наши в ней будут осуждены за свои деяния и на земле Донбасса, и на земле Арцаха, и на земле Югославии. Ибо Бог всегда на стороне сил добра и света. Мы верим, и на нашей улице будет праздник. Россия, армянский народ с тобой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин и Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...